Добрый вечер! В эфире новости АТН. В студии работает Мария Парсенкова. И вначале коротко о главном. В Харькове на сегодняшний момент блокируется создание в домах ОСМД. Поэтому общественность вышла на этот протест. Городские власти на сегодняшний момент трактуют законодательство по-своему. Харьковчане пикетируют мэрию. Люди требуют от городских властей не препятствовать созданию ОСМД. В Харькове проукраинские активисты забросали яйцами участников антикризисного форума. О неизвестной сорвали проведение съезда, который организовали представители украинского выбора. К данному физлицу будут применены финансовые санкции, потому что он же одночасно является и замолвником данного будивництва. Новострой без опознавательных знаков. В Харькове сотрудники фискальной службы раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов во время строительства одной из многоэтажек. Теперь подробности. До создания ОСМД остались считанные месяцы, а харьковчане столкнулись с новой проблемой. Сотрудники БТИ не выдают горожанам на руки необходимые сведения для того, чтобы люди смогли официально зарегистрировать ОСМД. Сегодня возмущенные люди вышли с протестом к мэрии. Около ста человек собрались сегодня под стенами мэрии с плакатами в руках. Среди пикетчиков и представителей политических сил, и активисты, и просто горожане. Митингующие требовали от городских властей, чтобы сотрудники БТИ начали выдавать на руки сведения о всех проживающих в доме лицах с указанием площади квартир ее собственников. На сегодняшний момент для создания в доме ОСМД по норме законодательства нужно за 14 дней уведомить каждого собственника. Письмо с уведомлением, либо под роспись. Так вот, БТИ сейчас именно в Харькове, мы полностью мониторим весь этот процесс по всей Украине, именно в Харькове. Харьковская БТИ не выдает архивы БТИ, архивы собственников. Пенсионерка Вера Ивановна одна из тех, кто пришел отстаивать свое право на ОСМД. Говорит, за годы обслуживания ее дома, жилком сервисом, окончательно разочаровалась в коммунальщиках. В подъездах даже лампочки меняли за свои деньги, не говоря уже о надлежащем обслуживании тех же коммуникаций. Вместе с единомышленниками собрала инициативную группу, заручилась одобрением 80% жильцов, но наткнулась на проблемы с уведомлением 20 оставшихся. К тому же, некоторые квартиры на первом этаже принадлежат арендаторам, кафетериям и банкам. Меня привело в то, что нарушается закон, который приняли о создании ОСББ в нашем городе и во всей стране нашей, в Украине. – Чем нарушается? – Чем нарушается, что не дают сведений БТИ на каждую квартиру, что мы могли составить список, что мы могли выполнить требования закона. По мнению собравшихся, процедура выдачи документации намеренно затягивается госструктурами, ведь по закону объединение со владельцем многоквартирного дома должно объявить своего управленца и определить обслуживающую компанию до июля месяца текущего года. В противном случае, говорит Коротченко, этот выбор за них имеют право сделать в мэрии. В свою очередь, в департаменте регистрации Горсовета сообщили, что согласно постановлению Министерства для создания ОСМД, любой заявитель может получить сведения из Государственного реестра вечных прав на движимое имущество. Однако, ведется такой реестр на территории города только с 2003 года. Ранее данные вносили в организации, осуществляющие государственный технический учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимости. Предоставление же соответствующей информации в этом ведомстве будет грубым нарушением закона о неразглашении личных данных третьим лицам, объясняет директор департамента регистрации Харьковского городского совета. Следует отметить, что в быты на сегодняшний день хранится информация с довоенных времен. Полностью архив ведется с 1943 года, поэтому там хранится информация по всем харьковчанам, по их собственности, в тех объемах, которые были предусмотрены для их хранения. Но порядка, предусмотренного законом о предоставлении данной информации в бумажном виде или в информационном виде на сегодняшний день нет. К тому же, добавляет Дробот, в мэрию уже поступали жалобы на подобного рода нарушения и предоставление информации конфиденциального характера. По мнению чиновников, выход из сложившейся ситуации, принятие дополнительных законов или постановлений профильного министерства. В ином случае, желающим организовать собственное ОСМД придется заручиться поддержкой всех жителей дома, а не большинством, как прописано в законе сегодня. Виллиан Мода, Михаил Воронков, Агентство телевидения новости. Проукраинские активисты забросали яйцами участников так называемого оппозиционного правительства. Борис Колесников, братья Добкин и Елена Лукаш и Елена Бондаренко. Сегодня в Харькове советовали, как вывести страну из кризиса. Не дали активисты провести второй сепаратистский съезд, который организовали представители украинского выбора. Это общественное движение напрямую связано с пропутинским политиком Виктором Медведчуком. Его планировали провести в гостинице «Меркурий», но ее заминировали. А позднее руководство гостиницы заверило активистов, что впредь сепаратистские шабаши у них проводиться не будут. Так проукраинские активисты встречают участников антикризисного форума, бывших регионалов, которые создали так называемое оппозиционное правительство. В Харькове политики советовались, как вывести страну из кризиса. В зале послушны пенсионеры, а из открытых окон доносятся «вон из Харькова и гоньба». Не весь Харьков сегодня радужно встречает. Это замечательно. Значит, мы наступили на больной мозоль власти. Пенсионерам пенсии, детям образования, рабочим заводы, выводить страну из кризиса оппозиционеры предлагали популистскими заявлениями. А еще обещали починить дороги и неукоснительно соблюдать минские договоренности. Только вот не уточнили, какой именно стороне военного конфликта. Спикеры Михаил Добкин, Елена Лукаш, Елена Бондаренко, Александр Вилкул выступают два с половиной часа. Активисты под стенами здания требуют встречи с Добкиным. Говорят, хотят посмотреть ему в глаза. Но к активистам не выходит ни он, ни его единомышленники. Под охраной полиции, которая цепила здание, оппозиционеры сидят внутри час. И когда все же решаются выйти, в них летят куски земли и яйца. Одному из активистов, внедорожник, в котором ретировался кто-то из участников форума, переехал ногу. Парня отправили в больницу с подозрением на перелом. Правоохранитель расследует этот инцидент. Впрочем, действия некоторых активистов тоже были расценены как мелкое хулиганство. И ими также занимаются силовики. А вот популярный каворкинг-фабрика, который предоставил площадку для форума, пообещали впредь более внимательно относиться к мероприятиям и ужесточить правила аренды помещения, чтобы не допустить подобных собраний. Анна Василенко, агентство телевидения новости. В Харькове сотрудники фискальной службы раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов при строительстве одной из многоэтажек. Правда, сами застройщики уверяют, все документы у них в порядке. На участке, примыкающем к уже построенным домам жилищного комплекса Воробьевы горы, вовсю кипит работа. Уже возведено 8 этажей здания. Ведутся отделочные работы. Правда, понять, кто же именно ведет строительство, невозможно. По всему периметру стройки, огороженной забором, нет ни одного стенда, указывающего на подрядчика. Уточнить этот вопрос не удалось и на самой стройке. Здравствуйте, а можно пообщаться с вами или с прорабом поговорить? Те же из работников, которые заходят в заветную дверь, заявляют, к строительству никакого отношения не имеют или не знают, на кого работают. Я не знаю, я недавно здесь работаю. А как давно вы вообще работаете? Ну вот с понедельника. Я тут еще людей, да, всех не знаю. Скажите, а вы официально оформлены? На каком разе. А можно с вами пообщаться? Вы на стройке работаете? А что вы тут делаете тогда? Не будем общаться. По данным новостей от Н, именно этот дом, обозначенный на сайте ЖК «Воробьевы горы», как строящийся, в начале апреля стал объектом внимания фискальной службы и сотрудников прокуратуры Харьковской области. Они отреагировали на заявления тех, кто покупал квартиры в данном жилищном комплексе. По их словам, строительством многоэтажек занимались люди без всяких документов. Проверить заявления граждан представители служб отправились с решением суда. Мы задокументировали 32 человека. Это которые поясняют, что они работают, получают заработную плату, график работы. Понятно, все это без официальных каких-либо трудовых, либо гражданскопоровых отношений. Остальные, ну вы же понимаете, пришли в гости безоплатно, не знаем, кто строит. Следователи фискальной службы установили, что таким образом, без каких-либо контрактов работали все сотрудники. Заработную плату они получают в конверте раз в неделю. Размер дневного заработка колеблется от 150 до 300 гривен. Кроме того, следствием был установлен собственник участка. Им, в соответствии с госреестром, прав на недвижимое имущество является 20-летний студент одного из харьковских колледжей, который приобрел этот участок размером в 600 квадратных метров в 2015 году. Земля находится у собственности, у физлица. К данному физлицу будут применены финансовые санкции, потому что он же одночасно является и замолвником данного будивництва. Соответственно, нету там никаких опознавательных знаков. Соответственно, подрядных организаций, которые бы там имели лицензии, они не делали, он осуществляет деятельность как физлицу, как собственник земельного участка. Вопросы в отношении Воробьевых гор возникают не первый раз. В сентябре прошлого года они появились у одного из оппозиционных депутатов городского совета Анатолия Родзинского. Тогда депутатам предложили изменить целевое назначение четырех участков, на которых планировалось строительство многоэтажек. Но особенность данной ситуации была в том, что бизнесмены эту землю у города не приобретали. Участки были выкуплены у граждан, которые получили землю от мэрии бесплатно. Анатолий Родзинский усмотрел в этом такую же схему, по которой были розданы десятки гектаров земли в лесопарке и других частях города. Мы выявили схему, когда на несколько людей раздается бесплатно, якобы в качестве приватизации, земельные участки, потом они собираются в один большой участок, и на них уже строятся высотные дома, из которых продают квартиры. Поэтому моя задача как депутата Харьковского городского совета – поломать эту коррупционную практику. Каким было целевое назначение земельного участка, выкупленного нынешним владельцем и заказчиком физическим лицом, представитель жилищного комплекса Воробьёвы горы адвокат Артём Белокреницкий сказать не может. Он лишь подтверждает – участок был куплен на законных основаниях, и его нынешнее целевое назначение – под застройку многоэтажного жилого дома. Строительство здесь ведётся в соответствии со всеми требованиями. Есть и подрядчик – фирма ООО «Будивельник». Информация о нём размещена на специальном стенде, который съёмочная группа, видимо, не заметила. Что же до неоформленных работников, информация, уверяет Артём, очень сомнительно. Сотрудники налоговой явились на стройку абсолютно в нерабочее время, после шести вечера, поэтому невозможно на сегодняшний день установить, действительно ли эти рабочие принадлежали к самому строительству, и действительно ли они работали без надлежащего оформления. Между тем, фискальные службы намерены проверить аналогичные факты выделения земли под застройку и законность проведения работ. Оксана Инчапаренко, Андрей Домовой, Михаил Воронков, Агентство телевидения «Новости». В эфире новости АТН. Смотрите далее в нашем выпуске. Были, значит, изъято и обнаружены вещественные доказательства, а также механические повреждения, характерные для ДТП. Насмерть сбил женщину и скрылся. Виновному в ДТП водителю грозит до 8 лет тюрьмы. Когда прорывают труба вверху и течет сюда вода, сносит все по пути. На чиновников не надейся, а сделай сам. 10 лет жители одной из улиц в районе Залютина страдают из-за бездорожья и потопов около своих домов. Как решили бороться с проблемой люди? Зависть или вражда. Тартоники существуют в таких обстоятельствах, в таких же, в которых ребенок существует в садике, в школе и идет дальше на улице. Необычные жители с планеты Тартония. Уже скоро на экраны телевизора выйдет новый анимационный мультсериал, который придумали в Харькове. Подробности через несколько секунд. ДТП со смертельным исходом водитель с места аварий скрылся. Правоохранители сумели отыскать подозреваемого, насмерть сбившего женщину, и собрать доказательства, подтверждающие его вину. В августе прошлого года на трассе Киев-Харьков-Довжанский автомобиль сбил пешехода, 52-летнюю женщину, которая скончалась от полученных травм. Машина, совершившая наезд, с места ДТП скрылась. В ходе расследования правоохранители установили подозреваемого, 26-летнего жителя Харькова, управлявшего автомобилем «Черри». В ходе проведения досудебного расследования был установлен автомобиль, который совершил наезд на пешехода, а также водитель. При детальном осмотре данного транспортного средства были изъяты и обнаружены вещественные доказательства, а также механические повреждения, характерные для ДТП. Следователи отдела расследования ДТП утверждают, что в результате осуществленной масштабной работы была собрана основательная доказательная база. Водителю предъявлено сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления по статьям. Нарушение правил безопасности дорожного движения и оставление в опасности. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до 8 лет лишения свободы. Уголовное производство направлено в суд. Виталий Лапскер, агентство телевидения «Новости». Улица без дороги. 10 лет жители одной из улиц в районе Залютина страдают из-за бездорожья около своих домов, которое в дождливую погоду оборачивается настоящим стихийным бедствием. Вода заливает подвалы и размывает фундамент домов. Городские власти на многочисленные жалобы жильцов так и не отреагировали. Люди решили бороться с проблемой самостоятельно. Любой, даже самый незначительный дождь для жителей Верхнегиевской улицы, что на Залютина, в последние лет 10 превращался в самое настоящее стихийное бедствие. Потоки воды, спускающиеся по склону, регулярно заливали подвалы и погреба частных домовладений, и даже размывали фундамент самих домов. Да и пройти по улице или проехать сразу после ливня было невозможно. А в последнее время здесь и без дождей иногда случались потопы, говорят местные жители. Виной тому старые трубы водоснабжения улицей выше, которые постоянно прорывает. Когда прорывает труба вверху и течет сюда вода, сносит все по пути. Это было в прошлом году дважды. Полтора часа текла вода под большим напором, потом еще раз прорывало уже, ну чуть меньше было на баррикадной. И когда это течет вниз, все это сносит, все подряд, затекает в погреба. Чтобы повлиять на ситуацию, журцы Верхней Геевской обращались в различные инстанции, службы с жалобами и просьбами проложить асфальт, организовать ливневую канализацию и хоть немного облагородить территорию. Но каких-либо действий со стороны местных властей так и не последовало, уверяют жители. Часто обращались в уличный комитет по поводу непригодности дороги для ремонта. Уличный комитет обращался и в райадминистрацию, и еще куда-то. То есть собирали подписи улицы, чтобы сделать нам дорогу. Приезжали представители депутатов, которые обещали нам это сделать. Ну сколько вот тут выбирают. И до сих пор лет уже на 15 или больше я тут живу. Никто из депутатов тут палец о палец не ударил. Тогда жители решили действовать своими силами. За свои деньги купили щебень, наняли трактор и камаз и проложили небольшой участок дороги. Немного преобразили и прилегающую к домам территорию. А чтобы не подтапливались дома, прорыли специальную траншею. По ней вода спокойно стекает вниз, прямо в яр, поясняет мужчина. Но только люди вздохнули с облегчением, как появились представители теплосети с тяжелой техникой и распоряжением засыпать канаву. Возмущенные люди перекрыли дорогу техники, а чтобы дело не дошло до драки, вызвали правоохранителей. Незваные гости вскоре удалились, рассказывает Андрей. По словам начальника управления коммунального хозяйства администрации Хладногорского района, прямо в этом месте в земле проходит трубопровод магистрального теплоснабжения, который теперь регулярно затапливает. Вследствие чего труба быстро ржавеет и портится. Но если сравнять участок, затапливать начнет уже стоящие у дороги дома и дворы. К счастью, говорит Евгений Кривиченко, в данном случае удалось найти компромисс. В настоящее время уже достигнуто согласие между жителями и коммунальным предприятием Харьковской тепловой сети по обустройству водоотводной канавы по улице Верхнегиевской в надлежащем виде. Так, чтобы это устраивало и жители, и коммунальное предприятие. При правильном устройстве канавы не будут подтапливаться дома и не будет затапливаться магистральный трубопровод Харьковских тепловых сетей. То есть вы планируете как-то переоборудовать эту канаву? Просто перенести ее на буквально метр в сторону. После того, как будет решена проблема водоотведения, в администрации района даже пообещали рассмотреть вопросы асфальтирования и благоустройства данной территории. Велинмода, Михаил Воронков, агентство телевидения новости. Покорят Турцию, вернутся в Украину. В конце года на экраны телевизоров выйдет новый анимационный мультик «Тартоники». Авторам мультяшных персонажей уже удалось попасть в книгу рекордов Украины, как мультфильм с самым большим количеством анимационных героев. А придумали «Тартоников» в Харькове. Что-то от улитки, что-то от слона, что-то от дельфина. Знакомьтесь, типичный житель планеты Тартония и плод фантазии харьковчанина Эльчина Руджева. Планета, которую облюбовали такие персонажи, густо населенная, около тысячи тартоников. Кто-то умеет летать, кто-то ползать, кто-то плавать. Все они герои анимационного мультсериала, который уже в конце этого или в начале следующего года выйдет на экраны телевизоров. Правда, премьера состоится не в Харькове, где зародилась идея, а в Стамбуле. Именно в Турции создатели проекта уже подписали контракт с одним из государственных каналов о трансляции. Отсутствие лицензионных продаж нас вынудило все-таки уехать в Турцию. Но это, я думаю, временно. Мы параллельно работаем еще в Украине. Сейчас наша команда находится в Украине. Значит, 26 серий на один сезон. И после проката на турецком телевидении, значит, мы будем дублировать фильм на украинский язык. И, естественно, будем показывать этот мульт в Украине. Обычно тартоники рождаются в виде пластилиновых фигурок, а уже потом обретают свою экранную 3D-форму. Авторам персонажей удалось попасть в Книгу рекордов Украины – мультик с самым большим количеством анимационных персонажей. Теперь планируют покорить и Книгу рекордов Гиннеса. Тартоники могут стать 51-м украинским рекордом, рассчитывает Ирчина Руджев. Около пяти лет проект существовал под рабочим названием «Несуществующие существа». Но ситуации, с которыми сталкиваются такие причудливые герои, жизненные, говорят авторы проекта. Обыкновенный пример – зависть или вражда. Тартоники существуют в таких обстоятельствах, в таких же, в которых ребенок существует в садике, в школе и идет дальше на улицах в общении со своими друзьями. Что такое дружба, что такое взаимоотношения сложные, что такое взаимоотношения к старшему или отношения к природе. Со временем тартоники должны ожить и на страницах комиксов. Художественный руководитель проекта Леонид Старожук наброски делает даже во время пресс-конференции в качестве ориентира работа французских коллег. И вот уровень французских комиксов, издательства Д'Арго, вот о чем, собственно, мы мечтаем. Хорошая, прекрасная полиграфия, то есть прекрасные обложки, картонные принципы, хотя, может быть, и мягкие обложки, и мягкий формат. Но вот если вот такое направление, дай бог, получится в Харькове, мы будем с удовольствием работать над этой темой. Хоть героев Тартоникс пока еще и не выпустили в самостоятельную жизнь на экраны, Укрпочта уже напечатала почтовую марку с их изображением. В ближайшее время на полках магазинов могут появиться даже их шоколадные фигурки. А со временем в Турции планируют открыть Тартония Ленд, где здания и аттракционы будут в форме громадных тартоников. Алена Сорока, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. На этой неделе синоптики обещают переменчивую погоду. На вторник и вовсе объявлено штормовое предупреждение. В Харькове в ближайшие дни ожидаются дожди с грозами, местами град. По городу и области порывы ветра будут достигать до 15-20 метров в секунду. Во вторник температура воздуха днем поднимется до 21 градуса тепла. Уже в среду похолодает днем до 12-17 градусов. А также ожидаются грозы и кратковременные дожди. Осадки синоптики прогнозируют до конца недели, а во второй ее половине ночью ожидаются заморозки. Ночная температура упадет до 0 градусов. На этом у меня все. Больше новостей на нашем сайте atn.ua. В студии работала Мария Пырсенкова. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин